Привет из Беларуси! Приглашаю вас на обзор моей теплицы. Этот сезон выдался совсем не таким, как предыдущие. И я опаздываю на неделю. Я знаю, что у многих та же проблема, потому что весна как-то задерживается, стоят морозы, кто-то не может еще войти даже в свою теплицу, потому что невозможно поддерживать ночные нормальные температуры. Ну а кто-то, как я, пытается спасти свои растения, потому что растения нас ждать не будут. Они вытягиваются, им нужна пикировка, пересадка, перевалка. В общем, все как обычно. Начнем с правого стеллажа. Тут у меня стоят черенки, которые я недавно привезла. Я вам показывала их. Конечно, я уже убрала верхушки, чтобы черенки пошли нарастать. Боковые побеги, чтобы у них быстрее проснулись. Вынесла маточник коллизии, уже его и черенковала. Ну а это гацания. Гацания посев от 6 января. Я сею сразу гацанию в кассеты, сею дома. Но она одна из первых у меня всегда идет для пересадки. Из кассет сразу в горшочке 400 мл. Здесь у меня два посева с разницей в неделю. Первая партия 6 января, а вторая 13. Ну вот, если честно, то я уж сама запуталась. Вроде бы, вот в дальнем углу это первая партия ранняя. А здесь это, которая 13 января посев. Но действительно разобрать трудно. Практически невозможно. И количество листов уже выпустили одинаковое. Поначалу, да, разница была видна. Но при перевалке в горшки через неделю уже никакой разницы нет. Поэтому, конечно, сроки можно перенести попозже и сеять уже 13. Георгина посев от 14 января. Тоже, как видите, из кассет была перекинута в горшочке. И я ей снесла верхушки, чтобы она закустилась. Потому что вытянулась дома в тепле стоя и в тесноте. Тут у меня немного черенков идет своих уже. Вот эта бегония махровая. Ну и всякие тут тоже. Всякие-всякие. Еще растения до самого конца стеллажа. Там у меня какие-то и маточники стоят. И черенки уже укорененные. И прошлогодние передержанные. Ну, в общем, стараюсь все потихоньку приводить в порядок. На нижней полке этого же стеллажа стоит у меня вербена. Точно не помню посев в 20-х числах января. Она селась в ящик, распикирована. Она вот стоит, приживается. И дальше все идет у меня виола. Виола сорт мамот. Посев от 6 января. Ну, виола растет, конечно, хорошо. Взялась так дружненько. Конечно, корневую она еще не нарастила. Я перешла в теплицу только 6 марта. Вот, 6 марта я ее начала перекидывать в горшочки из кассет. В кассет она у меня была распикирована в домашних условиях. На центральном стеллаже вот ампельная петунья. Посев от 11 января. И уже она дома у меня стала перерастать. Пришлось ее вот в горшочки маленькие распикировать. 200 миллилитров. Потому что это посев сразу в кассеты 120. Там очень маленькая ячейка. Всего лишь 15 миллилитров. И, конечно, такой объем маленький был. Поэтому вот она уже хорошо взялась. И через дня 3 придется ее уже в больший объем перебросить. Наверное, посажу по экземпляру для образца в горшки. Остальное в литровое. Потому что она стала уже образовывать боковые. Ей уже здесь тесновато. Но еще вот самые морозы вот на выходные у нас надо пережить нам в тепле и в добре. Ну, а тут все петунья. Она, конечно, уже была подвытянута. Поэтому трудновато приживается. Посев от 23 января. Ну, ничего. Пока, так сказать, таких страшных никаких вещей нет. У немножко, конечно, есть посиневшие от холода. Но зато не тянется сильно. Затормозила. И тут тоже все петунья стоит. Вот второй посев. Второй посев уже пошел в работу. И третий посев вот здесь вот маленький стоит. Ну, и второй посев вот я сегодня как раз занималась. У меня стоит под стеллажом здесь на втором этаже. Пока вот будет приживаться, будет здесь стоять. Левый стеллаж от входа занимает лобелия. Я вот вчера ее распекировала из ящика. Посев о 27 января. Ну, вот все равно мне кажется, что в прошлом году она была получше. Вот все-таки разница в недельку сказывается. Ну, ничего, лобелия поднимется. Ну, возможно, что и задержится немножко в цветении. Но это как будет погода. Смотря какой будет у нас апрель. Март, конечно, подкачал. Несколько экземпляров локса Друмонда. Это я просто попробовать себе. Мне Ольга прислала семена. Я посмотрю, как он будет в моих условиях себя чувствовать. Но пока нормально. Хотя я только, по-моему, вчера его или позавчера в горшочке перебросила. Так он у меня дома стоял. И вторая партия ампельной петуньи. Тоже только что вот она переброшена. Посев от 28 января. Совсем, конечно, она еще маленькая. Есть у меня еще третий посев тоже. Она стоит у меня еще в кассетке. И совсем маленькая. Вот здесь в кассете. Но привыкает к суровому климату теплицы. Закаляется. Ну и второй этаж тоже очень интересен. Это у нас виола. Это все одна партия виолы. Просто не помещается на один стеллаж. Конечно, виолу я буду скоро выбрасывать в холодную часть теплицы. Она уже достаточно подрощена. Она уже взялась расти. Поэтому перенесет даже если будет там небольшой замороз. Она вообще перенесет заморозки, конечно. Но не хотелось бы, чтобы она сильно тормозила. Вот виола хорошая в этом году. Ничего не хочу на нее сказать. В принципе, как она каждый год удается. Здесь, на втором этаже, у меня есть немножко многолетников. Вчера я ими занималась. Уже все плошки повыносила из дому. И вот по горшкам раскидала. Значит, здесь у меня мшанка шиловидная. Вот идет такая в горшочках. Так, посев все примерно конца января. Гайлардия. Аризона Ред. Шалфей. Вот это шалфей розовый. Он у меня стоит отдельно. Армерия Приморская. Тоже себе на развод посадила. Она еще такая маленькая. Шалфей. Такой синий. Его немного побольше. Это уже вчера только его распикировал. Он такой еще, конечно, отходит весь. Это у меня гербера. Гербера посеяна 10 декабря была. Вот все, что выжило, оно вот так пока и живет. Ну вот, чтобы показать вам, в каком она сейчас состоянии. Уже в теплице, прямо с 6 числа. Гербера, в принципе, холода не боится. И единственное, что она может перестать расти, если будет очень холодно. Но поскольку здесь не очень холодно, то вот пока она себя вроде и неплохо чувствует. Держу пока на нижней полке. Не знаю, чтобы солнце ее не обожгло весеннее такое активное. Ну и всякие тут еще тоже черенки. То, что вынесла из дома. Гвоздика какая-то совсем она вот замучена. Ну, конечно, верхушки я ей срезала. И вот она пока сидит. Кое-какие экземпляры уже взялись расти. А другие сидят еще. Ну, буду надеться. Все верхушки поставила на укоренение. Жадновато я стала. Ну и несколько горшков еще у нас не размёрзся компост. Поэтому запасы у меня закончились. Надо будет заниматься заготовкой опять. То, что было такое подрощенное. Вот бросила по горшочкам. Пусть уже растет, набирается сил. А так, главное, переждать вот эти морозы. А потом будем разбираться уже с переездом. Вот в холодное отделение у меня вот тут есть такое еще одно отделение. Такой же площади. Поэтому надеюсь, что когда виолу выброшу, то будет посвободнее. Вы, наверное, заметили, что нет здесь таких теплолюбивых, что я в этом году усеяла. Не бегония еще, не катарантуса. Да, пока не выношу. Жалею я их. Им нужно тепло. Да, сальвия еще не вынесла тоже. Она тоже любит тепло. И бегонию вечноцветущую, бегонию клубневую, катарантус и сальвию все еще оставила дома. Поэтому будет нам еще что с вами посмотреть, обсудить. Ну вот, пока что есть на данный момент на моей теплице, в каком все состоянии. Я вам показала. Ну что ж, скорейшего нам тепла с вами. А у меня на сегодня все. Заходите на канал, посмотрите видео. Если понравится, подписывайтесь. Ну, а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь. До скорого.